Девушки и дедушки 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 Им всего лишь по три годика, пока между ними больших различий не наблюдается. Но когда Джорджик станет Джорджем, он будет примерно в два раза больше своих подруг. Вес взрослых самцов-орангутанов иногда переваливает за 100 килограммов, тогда как самок тяжелее 50 килограммов никогда не наблюдалось. При всей своей внушающей трепет мощи взрослые орангутаны проявляют себя добрыми и даже сердобольными существами. В одном британском зоопарке был случай, когда орангутан спасал из пруда тонущего птенца, хотя сами орангутаны от природы боятся воды и не умеют плавать. Так вот, тот орангутан додумался использовать в качестве спасательного средства крупный лист, который согнул в виде совка и вычерпал птенчика. Спасенного он перенес на траву и стал нежно гладить. Про собак у нас говорят, все понимают, только сказать не могут. Орангутаны и понимают, и могут сказать. Правда, не голос. Голосовой аппарат у них разве плохо, а на языке жестов. По наблюдению ученых, эти обезьяны используют для общения между собой около 64 различных жестов. Некоторые живущие в неволе особи освоили омсхер, которым пользуются глухонемые люди. Так что когнитивные способности орангутанов необычайно высоки. После всех перечисленных достоинств орангутанов, стоит ли удивляться, что в прошлом году в Аргентине суд признал орангутана личностью. Так что уже наши братьев по разуму начинают уравнивать с нами в правах. Николай Николаевич, а кто еще из зверей живет на деревьях? Ну, довольно многие. Смотри, вот даже в той же Австралии живут кенгуру, древесные специальные виды кенгуру. В сумочных видах коала, различные сумочные белки, летяги. Потом в Юго-Восточной Азии это шерстокрылы, в Южной Америке такие замечательные обезьяны, паукообразные обезьяны, беличьи обезьяны, ревуны. Они все живут на деревьях, и это им очень нравится, потому что на деревьях все-таки не попадаются навстречу наземные хищники. А на земле там всякие там леопарды, ягуары и все прочие. На деревьях спокойнее. Николай Николаевич, мне кажется, что нам пора размяться. Давай действительно, хватит так просто сидеть или стоять. Мы делаем зарядку, которую нас учат животные. Например, вот для сохранения равновесия, например, постоять на одной ноге. Вот так стоишь, 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 как цапля, долго. Думаешь, о чем? Она-то думает, как рыбку поймать, а мы думаем, что зарядку делаем. Николай Николаевич, а что нам дает это упражнение? Ну, помогает развивать чувство равновесия. Ну, Алексей, не чуть размялись, теперь надо тебе ехать снимать специальный репортаж. Давай. Субтитры делаем. Удачи. Успехов во всем. Счастливо. Ну, а мы продолжаем нашу передачу. Дальневосточный леопард – самый редкий подвид леопардов. Некоторые специалисты утверждают, что популяция его может полностью исчезнуть в таежных лесах. Так ли это, расскажет нам Валерий Геннадьевич Малеев. Здравствуйте, Валерий Геннадьевич. Здравствуйте, Николай Николаевич. Ну, вы посвящаете свои фотоусилия таким разным животным. Тут у вас и птицы, и вообще природа каких-то регионов. Но вот сейчас вы последние пять лет, по-моему, сосредоточились на дальневосточном леопарде, да? Да, дальневосточный леопард – самый редкий подвид у нас, наш амурский леопард. И обитает он сейчас на крошечном таком участке, на границе трех стран. Это вот Россия, Китай и Северная Корея. Ему не повезло. Очень даже не повезло, да. Его ареал сокращался до недавнего времени, стремительно. Там меньше 30-ти оставалось. Да, оставалось меньше 30-ти. И вот на клочке суши, зажатом с одной стороны Японским морем и разведывающимся бурноэкономически Китаем. И вот там и произошла наша первая встреча в 2009 году с леопардом. Ну, почти на берегу, на территории заповедника Кедровая Пать. Это один из первых заповедников на территории нашей страны. Он был создан в 1916 году. И это, по сути, вот на протяжении целого десятка лет, это была единственная территория, где дальневосточным леопардом, ну, конкретно занимались и охраняли его. Ну, и вот первая встреча как произошла? Вы что, уже с фотоаппаратом были? Да, ну, прежде чем снимать леопарда, я понимал, что насколько это трудная задача, потому что до меня его снимало, там, может быть, не больше десятка человек в мире. И я очень серьезно подготовился к тому, чтобы его снимать. Технику подобрали там, да? Да, техника, само собой, но съемка, она особо на охраняемой территории, она ведь подразумевает еще и что. Невозможно было использовать какие-то сооружения и так далее, капитальные, я имею в виду, да, для засидки. Поэтому мы смонтировали из строительных лесов, ну, такой помост, высотой всего там полтора-два метра, из металлических труб, конструкций, чтобы не разрушать естественную среду обитания, чтобы никак негативно не воздействовать на территорию заповедника. Вот там поставили палатку на этом помосте, выложили приваду из павшего оленя, там, в оленепарке мы взяли в соседнем. И вот я сел караулить леопарда в этой палатке. Просидел пять суток, ну, уже потерял всякую надежду, да, ну, представляете, что такое пять суток просидеть при минус 20 градусах. Минус 20, а зиму 20 в марте месяце. Ну, и вот сижу, листаю книгу, читаю стихи Расула Гамзатова, как сейчас помню, три сестры стихотворения у меня, три женщины. И чувствую, что волосы поднимаются на затылке, дрожь такая по коже. От напряжения, от страха. Да, поднимаю глаза, и в восьми метрах от меня буквально сидит леопард, красавец. А это было пять часов вечера, то есть светлое время суток, что вообще редкость для леопардов, потому что они ведут сумеречный образ жизни. И он смотрит на меня и на оленя, и выбирает, кого ему, кто ему ближе или кто будет вкуснее. Ну, впечатление было такое, которое сохранилось на всю жизнь, конечно. Пошел к олене все-таки. Выбрал оленя, да. Ну, посмотрел, что Яна там в палатке с фотоаппаратами и так далее. За всю историю взаимоотношений дальневосточного леопарда и населения не было ни одного случая нападения дальневосточного леопарда на человека. Наш добрый. Добрый, да. Добродушный. Поэтому, может быть, наверное, и позволил он поснимать себя в том числе и мне. Ну, смотрит строго в ряде случаев так. Не, ну, это хищник, это суперзверь, это суперхищник, который находится на вершине пищевой пирамиды всей дальневосточной уссурийской тайги. И единственный зверь, которому он уступает дорогу, это амурский тигр. Вот, когда я снимал кошку с котятами, и мне очень повезло, потому что я дважды снимал самку кедровую с тремя её котятами. Это вообще случай не бывалый, когда леопард, самка, выращивала два выводка, а там ещё по истории и три получается, по три котёнка сразу. То есть выживаемость 100%. Вот родилось трое котят, и она их до взрослого состояния, до взросления вырастила. Безрежливая мама. Да, и вот я обратил внимание, что в отличие вот от тех же львов там, африканских и так далее, леопарды ведут себя очень аккуратно. Они даже кушают по очереди. Вот пришла самка с тремя котятами, да, на тушу оленя, на приваду. Сначала покушала мама. Леопардята лежали, ждали в стороночке. Потом мама отошла, стала охранять их, так сказать, ну, чтобы никто там, никакой хищник не подошёл. И котята кушали по очереди. Сначала, ну, более крупный котёнок, самец, потом следующий. Они не дрались, они не рвали там эту тушу там и так далее. То есть вели себя очень воспитанно, я бы сказал, вот как воспитанное, хорошее детки. Это может быть тоже черта вот именно леопардов. Ну да, сколько сейчас их примерно осталось? Ну, сегодня, по самым оптимистичным оценкам, около 70 особей. То есть нельзя сказать осталось, сколько восстановилось. Восстановилось почти два раза. От 20 с чем-то там, 25-26, что-то было так. Да, да, да. И сумели поднять, при том условии, что территория-то крошечная и разбитая на куски. Да, да, да. Ну вот как раз вот здесь-то и главная проблема в чём. Вот ареал был леопардов, он разрознен и нигде вот цельно не охранялся. Была территория заповедника Кедровая, был заказник Барсовый отдельно. А вот в апреле 2012 года правительство издало постановление и создало на практически всей территории обитания дальневосточного леопарда национальный парк земля леопарда, который так и называется. Вот это и позволило... Спасение. Да, 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 да. Способствовать тому, чтобы леопарды почувствовали себя защищёнными на всей территории практически ареала своего обитания. Потому что в Китае остались считанные особи только. И можно сказать без всякого преувеличения, что это вот нас, русский леопард. Потому что 99% оставшихся сегодня, живущих на нашей земле дальневосточных леопардов живут, обитают на территории России. Ну вот спасибо вам. Вы вносите свой вклад своим трудом в охрану и спасение леопарда. Хотя сами меры принимаются и государственными органами, и местными охотниками, даже и деятелями охраны природы. А вы помогаете тем, что... Ну, приучаете нас беречь и любить этого замечательного зверя. Спасибо вам. Ну, к вам успехов. И вам спасибо. Дорогие друзья, перед вами сейчас большая дрофа. Это одна из самых красивых и крупных птиц нашей отечественной фауны. Здесь, в ростовском зоопарке, сейчас надеются начать размножение этой редкой птицы. Вот в отличие от журавля-красавки, который проходит сейчас мимо меня, их становится все более массовой птицей наших южных степей, несмотря на их распашку. Вот дрофа очень отрицательно реагирует на освоение степей, на превращение их в сельскохозяйственные угодья. Численность ее становится все ниже и ниже. И охрана дрофы – это большая задача всех деятелей охраны природы не только Ростовской области, но и всей нашей страны. Ростовская область 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 В ростовском зоопарке есть, конечно, и представители экзотической фауны. Из тропических широт, например, вот этот венциносный журавль. Это самый красивый из всех журавлей, из 15 журавлей всей фауны мира. Вы посмотрите, какой он красавец. Единственный из вот таких птиц, которых можно в полном смысле назвать венциносными. Вот и закончился очередной выпуск нашей программы. Желаю вам всего самого хорошего, дорогие друзья. Будьте здоровы и счастливы! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!